Всем привет! Мы продолжаем рассматривать гаджет новинки, и на этот раз в руках у меня доступный флагман от Oppo A91. Смартфон с современной внешностью, сканером отпечатков в экране, модным вырезом под фронталку, четырьмя основными камерами и емкой батареей на 4000 мАч. Разбираемся подробнее. Внешний смартфон действительно выглядит модно. Переливающиеся цвета задней крышки, каплевидный вырез под фронталку. Нравится вам такой дизайн или нет, решать пожалуй вам, но это действительно актуально. Стекло без загибов, матрица AMOLED, разрешение Full HD+. Выглядит отлично в лучших традициях AMOLED экранов. Единственное настроек маловато, нет привычного разрешения или цветности, только баланс белого. Зато бесконечная контрастность и DC Dimming 2.0. Лично мне не шибни его уменьшения не кажется чем-то важным, но если это важно для вас, то такая технология имеется. Сзади и по бокам пластик, который внешне не отличить от стекла. Слева и справа кнопки громкости и блокировки соответственно. Снизу решетка динамика, он тут один и джек для наушников. Телефон ощущается очень легким, в нем всего 172 грамма. Также он очень тонкий и удобно лежит в руках из-за скруглений на задней крышке. В сравнении со стеклянными смартфонами он как будто не норовит выскочить из рук. Впрочем, ощущение это субъективное. Что касается начинки. Под капотом процессор Helio P70. Он восьмиядерный с расположением, где первая четверка энергоэффективные, вторая производительные. Оперативной памяти 8 гигабайт, встроенной 128. К тому же ее можно расширить картой памяти. Судя по тестам, железо не очень производительное. Тот же Geekbench говорит, что процессор мощнее всего лишь 30% всех смартфонов на рынке. Что, откровенно говоря, немного. Но при реальном и ежедневном использовании вы этого совершенно не увидите. Смартфон шустрый, у него нет проблем с интерфейсами или приключением между приложениями. Игры он запускает на максимальных настройках производительности. Да, не все, но большинство. И главное, у него все в порядке с оптимизацией. В том же асфальте на некоторых современных и топовых процессорах просто невозможно поменять настройки и графики. Теперь перейдем к камерам. Их тут аж 5 штук вместе с фронталкой. Но говорить мы будем только о трех, на которые можно делать снимки. Основная на 48 мегапикселей. Очень популярный размер сенсора, который много где можно встретить. В A91 он работает прекрасно. Отличные снимки днем, при ярком солнце. Не теряется в тенях, за что спасибо HDR. И даже детализация на отличном уровне. Опять же, при хорошем освещении. Что с камерой не делай, фото всегда получаются классными. Цвета, детализация, динамический диапазон. Все это на очень достойном уровне. И мало чем отличается от любого флагмана. Есть тут режимы увеличения 2x и 5x. Но использовать их я бы не советовал. Они используют кроп с основной камерой. Так что проще всего сделать фото в обычном режиме. И если нужно, потом увеличить. Результат получается лучше, чем при использовании 2x режима. Фото выглядят более гладкими и естественными. Так что снимки всегда на основную камеру. Если хотите увеличить, все равно на основную. А увеличиваем потом. А вот если нужно отдалиться, то есть сверхширик. Он отлично передает атмосферу и цвета. Я понимаю, что алгоритмы их немного подкручивают. Так как в жизни все не так красочно. Но это на пользу конечному результату. А это главное. Увеличивать такие фото я бы не стал. Сразу начинают вылезать несовершенство детализации. К слову, ультраширик тут на 8 мегапикселей. Два другие глазка. ЧБ на 2 мегапикселя для улучшения фото с основной камеры. И 2 мегапикселя модуль для определения глубины кадра. Фронталка на 16 мегапикселей. Делает отличные фото. Они детализированные и честные. Что всего не редкость. Также стоит сказать пару слов про видео. Full HD и 30 кадров в секунду. Это максимальные настройки для съемки. Есть стабилизация, о результатах которой вы можете судить сами. Ну и теперь про опыт использования вообще. Смартфон у меня больше двух недель и в основном я его использовал для тестов, видео и, как ни странно, игр. Автономность у него на современном уровне. Ведь сегодня никого не удивишь батареи в 4000 мАч. Он спокойно живет полтора дня без нагрузок. Тут я имею ввиду камеру и игры. То есть соцсети и звонки полтора дня. Игры, видео, интернет и вообще все-все-все. Это не больше одного дня. Под стеклом не самый смышленый сканер отпечатка. То есть если он разблокирует смартфон, то делает это быстро. Но если не узнал ваш палец, то придется его сканировать несколько раз подряд. Помогает добавление разблокировки по лицу. Сразу после его включения проблем не возникало вообще. Но тут уже вопрос секьюрности такого решения. Что касается оболочки, то тут ничего не могу сказать. Она нам хорошо знакома по другим смартфонам компании. И в ней в 2020 году, если и есть изменения, то минорный. А вот работает она поверх девятого андроида. И у меня есть инсайдерская информация, что, возможно, он уже обновится осенью этого года. Вопа сделали очень привлекательный среднебюджетник. У него хороший набор камер, прекрасный дисплей. Его процессор отлично себя показывает сегодня и, скорее всего, будет завтра. У А91 модный смартфон. И он отвечает всем современным требованиям к нему. И знаете что? Ровно через год мы будем говорить те же самые слова, но в сторону его наследника. А как вам смартфон? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok